здравствуйте уважаемые слушатели на прошлой лекции мы рассмотрели следующие темы проектирование как форма инженерной деятельности назначение электрических схем и виды электрических схем план этой лекции это условное обозначение применяемое в электрических схемах виды электрических схем и структурные схемы пункт 1 1 условные обозначения применяемые в электрических схемах при создании условных графических обозначений всегда исходят из простейших геометрических фигур не представляющих затруднений при изображении чтобы облегчить запоминание условных обозначений отдельных элементов электрической установки их частично изображают наиболее характерными символами. Для генераторов, электродвигателей и других электрических машин характерно наличие цилиндрических частей, это ротор, статор. Поэтому основой условного обозначения электрических машин служит окружность, это рисунок 1.1. Условные обозначения электродвигателей. Электрические машины постоянного тока характеризуются наличием щеток на коллекторе. Поэтому в условных обозначениях машин данного типа имеется прямоугольник, касающийся окружности. Это рисунок 1.2. Коммутирующие аппараты. На схемах изображают, как правило, в отключенном положении, то есть при отсутствии тока, в цепях и внешних принуждающих сил, воздействующих на подвижные контакты. Рисунок 1.3. На рисунке 1.3 показывается, и здесь показаны коммутирующие аппараты. 1. Это катушка у управляющая цепь. 2. Контакт замыкающий. 3. Контакт размыкающий. 4. Контакт замыкающий с замедлителем при срабатывании. 5. Контакт замыкающий с замедлителем при возврате. 6. Контакт импульсный замыкающий. 7. Контакт замыкающий без самовозврата. 8. Контакт размыкающий без самовозврата. 9. Контакт размыкающий с замедлителем при срабатывании. 10. Контакт размыкающий с замедлителем. Здесь на рисунке 1.4 показаны примеры условных обозначений, силового трансформатора, трансформатора тока и разъединителя высокого напряжения. Пункт 1.2. Виды электрических схем. Структурные схемы показывают основные функциональные части устройства, их назначения и взаимосвязь. Выполняются на стадиях предшествующих разработки схем других типов. Используются для ознакомления с устройством. Функциональные схемы. показывают отдельные процессы, происходящие в цепях устройств, установок. Используются при изучении их общего принципа действия. Принципиальные полные схемы. Дают детальное представление о принципе действия устройства. Приводятся все элементы и связи между элементами. Схемы соединений. Монтажные. Показывают связи между элементами устройства, чем они осуществляются. Провода, жгуты, трубопроводы. Места присоединений и вводов. Используются при разработке конструкторской документации, в первую очередь конструкторских чертежей. Схемы подключения показывают внешнее подключение устройств. Общие схемы показывают составные части комплексов и соединения их между собой на месте эксплуатации. Схемы расположения показывают расположение составных частей устройств, а если необходимо, то и проводов, жгутов, кабелей в виде отдельных линий или упрощенных внешних очертаний. Пункт 1.3. Структурные схемы. Структурные схемы определяют основные элементы установки или изделия и разрабатываются на первой стадии проектирования. Например, в проектном задании. Для первоначальных решений. Данные схемы используются для общего ознакомления с установкой или изделием. На этих схемах дают упрощенное изображение основных элементов в виде прямоугольников и линий связи между этими элементами. Внутри прямоугольника вписывают наименование элемента, а иногда и другие данные. Мощность, напряжение и т.д. Пример показан на рисунке 1.5. На рисунке 1.5 показано три структурные схемы различных видов ТЭЦ. РУВН – это распределительное устройство высокого напряжения. КРУ – это комплектное распределительное устройство. СН – это среднее напряжение. ГРУ – это главное распределительное устройство. Таким образом, структурная схема дает только общее представление об установке или системе установок. На рисунке 1.6 показан пример структурной схемы электроснабжения промышленного предприятия. Показано пять уровней структурной схемы. Нулевой уровень – это внешняя система электроснабжения, обычно от 6 до 220 кВт. Далее идет первый уровень – это распределительный уровень, главный понизяющий подстанции. Далее идет второй уровень – это распределительные пункты, внутрозаводская сеть, обычно 6-20 кВт. Третий уровень – это трансформаторные подстанции и электроприемники выше 1 кВт. С третьего по пятый уровень – это идет внутрецеховая сеть. Четвертый уровень – это различные виды трансформаторных подстанций или распределительных щитов. И последний пятый уровень – это электроприемники до 1 кВт. Обычно структурные схемы дают только качественное понятие об общей структуре установки. На проведенном рисунке нет никакой информации о мощности и количестве генераторов и трансформаторов. В отдельных элементах схемы не приводится. Спасибо за внимание. Желаю успехов в изучении данного онлайн-курса. В следующей лекции мы рассмотрим вопросы содержания и назначения функциональных схем. Однолинейное и многолинейное изображение. Виды принципиальных схем, а также растровая и векторная графика. Продолжение следует...